Давайте мы прочитаем прочитанное до сих пор по-русски, чтобы знали все, кто забыл Библию открыть в этот момент. По субботам даже огня нельзя зажигать в ваших жилищах. Это те стихи, с которых недельная глава начинается. И написано, что сказано Моисею, собери весь народ вместе. И скажите, какое слово Вейк-Эль похоже, которое вы все знаете? Ки-гила, чина. И это говорится о людях, которые собираются вместе для какой-то общей цели. Но это не только цель какая-то, это также выполнить какое-то предназначение. Я хочу несколько слов сегодня сказать о том, какая цель есть в том, что мы собираемся как община. И для тех, кто приходит в домашние группы, для тех, кто приходит, это как бы указание всем тем, кто не приходит, тоже приходит. Мы тоже разбирали на этой неделе, разговаривали о том, что такое община и для чего она. И здесь мы сразу же читаем, вот люди собираются вместе, и Господь Бог предназначает им чего-то сделать. В данном случае, какая цель была, для чего они собирались? И там была цель поставлена, давайте выстроим скинию, в которой будет производиться святое действо какое-то. И для каких целей эта скиния должна была служить? И та работа, которая должна была в ней производиться? Чтобы там происходило какое-то богослужение, и чтобы Господь Бог через это мог присутствовать во всем народе. Не только в самой скинии, но через то, что там внутри нее поклонялись, он бы присутствовал во всем народе. И на самом деле, это то же самое, чего Господь Бог хочет от нас. И когда мы собираемся вместе, мы должны совершать служение ему. И тогда, как результат этого, его присутствие будет ощущаться не только в нашей среде, но и в среде того народа, среди которого мы живем. И служение, которое нужно совершать пред лицом Господа Бога, это разные вещи. И я не хочу сейчас углубляться в эти детали, какие виды служения существуют, и что мы должны делать. Но я хочу ответить на вопрос, который задают многие люди. Они говорят, ладно, община, вместе, то, понятно. Я, чем я, вообще не должен заниматься. И как я, лично я, человек вообще не могу знать мое личное назначение. Какое назначение в моей жизни Бог дал. И поэтому первая вещь, которую всем важно понять. Мы должны делать что-то для общины. Это первая вещь. Это для Иллю. Когда мы делаем что-то для Киевы, для общины, по сути, мы производим чего-то для Господа Бога. Поэтому должно быть правильное, соответственное настроение, как написано, все для Господа делайте. Человек может сказать, я каждый день хожу в магазин, покупаю еду и кушаю, вот я этим служу. Я вот даже таким образом напрягаюсь. И у себя на балконе я выращиваю там маленькие помидорки. И вот, я прикладываюсь таким образом. Но сами поймите, что то, что вы ходите в магазин или помидорки на балконе выращиваете, это не выстраивает служение общины. Это выстраивает только ваш бюджет. И есть много путей, о которых люди думают, нет, я все-таки таким образом служу общине. Но это ничего не служит. То есть мы должны понять, что мы должны направлять какие-то усилия для создания чего-то вместе, не только для себя лично и своего личного дома. В конце 35-й главы и в начале 36-й главы мы читаем о призвании одного конкретного человека, Биццалеля. И если у вас есть вопросы, то вы потом подойдете к Ифраим и он вам все расскажет про Биццалеля. Ифраим, подними руку. Вон Ифраим сидит. Он все знает про Биццалеля. Где родился, номер Туда Адзеута и даже номер кредитной карточки. Но мы читаем здесь, есть еще мудрое сердце, кого призвал Господь. То есть Биццалель там не один, там есть еще вокруг команда. Возьми апсуки маэлеонах нахолим лявин эхбенадам яхоль ладат ма акрияшину. И вот с этих стихов можно получить намек, где мое призвание, к чему я иду. Аз давар решон, он никуда решона, за че Эллоим корэлеха. О, яхоль йотче, рой кииля, корэлеха ласот мааш. И Господь призывает тебя, вкладывает в твое сердце какое-то настроение или желание. Или кто-то из служителей общины говорит, обращается к тебе, мог бы ты. У тебя в этом направлении есть возможность приложиться. Ты таким образом можешь явить свой потенциал и послужить разным людям. То есть это один из путей, которым человек может проявить себя в служении другим людям. И так он может получить как чувство в сердце, от Господа или от кого-то из служителей в общине. Это все работает и все верно. Дерех השния, אנחנו руем по, что Эллоим умер, им есть אנши, ша олевши лаим потух лезе, олевши лаим корэллаим ласот. А другое тут сказано, если здесь есть люди, кого сердце расположено, то есть ты не знаешь конкретно чего-то, но ты чувствуешь расположение. Я хочу быть привлеченным, чтобы послужить больше. И ты видишь, какие-то вещи вообще не делаются. Свято место пустым не бывает. О, афух, петом есть ла халалев, ты думаешь, это что я хотела сделать. Это не кайм, но я хочу делать это. Ты чувствуешь, вау, я вижу, вот в этой части вообще не есть как бы ниша. Я очень бы хотел туда приложиться, чтобы это послужило к славе Господней, к пользе всех людей. А ты не знаешь, что ты не знаешь, что мы сгнали, но ты не знаешь, что ты не знаешь, получится у тебя или не получится. И это не значит сразу проповедовать. Есть целая куча разных вещей других. Но ты чувствуешь, я хочу приложиться. И здесь мы читаем, что была целая группа людей, сердце которых влеклось к тому, чтобы пожертвовать, чтобы приложиться, чтобы дать. Когда сердце влечет, это второй путь. И третье, здесь написано, у тех, у кого есть мудрость в сердце. Затомер это нашим, чем юдимля, есть люди, у которых есть особая квалификация, и они сразу могут делать какие-то вещи по соответственной той специальности, в которой, может быть, они работают или развили ее вне. Возможно, это та специальность, которую они получили извне. А возможно, это дар, который ты работаешь совершенно в другой профессии, но в тебе есть дар, которым ты можешь послужить другим людям. Может быть, ты пробовал, а может, не пробовал, но чувствуешь, хочу попробовать. И ты можешь почувствовать, что в тебе есть эта способность, и есть место, к чему приложиться. Это даст пользу людям. Это хорошо. Третий путь, которым мы можем послужить. Итак, первое, Господь призывает тебя. Второе, когда у тебя просто желание возникает. А третье, что у тебя есть квалификация чего-то делать. Что важно понять здесь. Некоторые люди сидят на руках и говорят, я буду молиться, пускай Господь сам покажет мне, куда идти. И так, в этих молитвах берется месяц, год и так далее. Но ничего не происходит. Подумайте, если взять ребенка маленького, и если ты хочешь научить его писать, или научить его читать, если ты скажешь ему, сядь просто и молись на эту тему, может, ты будешь долго ожидать, пока случится, что он вдруг откроет книгу и начнет читать. Так не случается. И Господь призывает каждого из нас прилагаться к тому, чтобы созидать его скинь. У каждого есть дар какой-то, хотя бы один. И если ты даже не знаешь и не определился еще, что это, мы видим здесь призыв, начни делать что-то. Начни, начни как ребенок, делать что-то даже маленькое, и в один день оно станет большим и станет полезным для многих. Когда ты начнешь делать шаги, и тогда ты увидишь, как просто внешне Господь начнет направлять тебя, и ты будешь лучше понимать, где твое призвание. И тогда по пути ты будешь укрепляться и усиливаться. Но ты будешь двигаться к какой-то цели. Если ты хочешь дойти до двери, ты должен пройти эти шаги. Неважно, прямо, лево, вправо, ты должен двигаться, тогда ты дойдешь до двери. А если будешь просто сидеть и думать, что ты слевитируешь, наверняка у тебя ничего не получится. И будешь говорить, помоги мне, Господи, дойти, не прилагая усилия. Не делай даже одного шага, ничего не получится. Я хотел дать вам маленькие уроки, вот, по связать, по решать шагуа с тем, что Господь ожидает от нас. Когда мы служим, тогда мы созидаем Божье присутствие. Иногда мы говорим, почему я не вижу, что Господь что-то особенное делает вокруг. Может быть, потому что ты сам ничего не делаешь. Я хотел быть, что мы, написано в Писании, что мы тело Машиеха. И когда человек, которому не повезло, и он сидит на инвалидной коляске, и есть самые разные обстоятельства, почему он сидит на этой коляске. Иногда я думаю, что так выглядит, что мы, как тело Машиеха, выглядим, сидящие на коляске. Потому что есть целый ряд людей, которые даже и не пытаются прикладываться ни к чему. Но написано, что все мы члены одного большого тела. И у каждого есть назначение и предназначение. И даже если самый простой человек, который самого низкого мнения о себе, просто является зрителем, наблюдателем, то мы все тело Машиеха будем выглядеть, как сидящие на коляске. Или как парализованный человек. У каждого есть предназначение. И молитесь, и делайте шаги. Чтобы все наше тело могло двигаться, и чтобы присутствие Господне могло распространяться в общине и вокруг нее. Аминь. Можно добавить минуту? Так, теперь мы меняемся. Леон хочет добавить. Послание к кремлянам. Закатов по обе дюкбамаковке. Замашиламады. Чен. Лагух. Игерет Эляромим. Послание к кремлянам. Это 12 глава. Парик штемесре. И апостол Павел Шауль, он как раз говорит о том, о чем сейчас я говорю. В Иоанниру Целикру, ми пасук шалош. Мы прочитаем с 3 стиха. 12 глава. Кремлян. По праву апостольства данного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует. То есть не превозноситесь друг на другом. Будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. Вот, к примеру, наше тело, ведь оно одно, но в нем много органов, и у каждого свое назначение. Так и мы, хотя нас много, но в единении с Машехом мы одно тело, а в отношении друг к другу разные органы этого тела. И в соответствии с разными дарованиями, которые дал Бог нам у каждого свое назначение, кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому служит братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает это с весельем. А не хуше в шанахну не саем им тфила. Я думаю, что мы закончим с молитвой. А вину шебешамаем. Отец наш небесный. Мы молим тебя и просим, чтобы ты сотворил намного больше того, чем мы видим сегодня среди нашего народа. Но для этого нам нужно прикладывать усилия и работать как одно целое. Мы молим тебя за нашу общину. Чтобы у нас не было здесь лентяев. Но чтобы каждого влекло сердце служить для тебя. Мы просим, чтобы твой Святой Дух, он начал действовать среди нас. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.